Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 18 главу. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и ворисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Иуда был нужен первосвященникам, чтобы предать Иисуса не при народе, чтобы не произошло смуты, не произошло мятежа. И вот Иуда знает, что Иисус с учениками часто собирался в этом месте, и они приходят туда арестовать Иисуса с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Ему отвечали, Иисуса Назорея. Иисус говорит им, это я. Стояв же с ними Иуда, предатель его. И когда он сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Дело в том, что Иисус произносит слова, это я, по-гречески эгоэми, которые напоминают имя Божие в книге Исход. В книге Исход, 3 главе, по-моему, 14 стих. Моисей спрашивает у Бога, как тебе имя? И Бог отвечает, я Исущий. И вот это я есть сущий, я есть, то, что отвечает Иисус, это звучит, как имя Божие. И поэтому такая реакция людей. Они отступили назад и пали на землю. Опять спросили их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назорея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого. Оставьте их, пусть идут. То есть Иисус говорит, чтобы не задерживали его учеников, чтобы их отпустили. И здесь мы видим то, что отличие Иисуса от царей всего мира. Поскольку цари всего мира, они устраивают так, что подданные сражаются и умирают, и отдают свои жизни за них. Но Иисус умирает за своих подданных и не хочет, чтобы апостолы пострадали, чтобы они умерли за них. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя же рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножды. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне отец? Тут реакция Петра, она совершенно понятна. Учителя пришли арестовывать его враги. Он за него заступается с оружием в руках. И Иисус реагирует неожиданно. Вот кажется, да, наступил решительный момент. Сейчас мы смело в бой пойдем. Сейчас мы разобьем наших врагов, потому что нам же Бог поможет. И Иисус говорит, нет, вложи меч свою в ножды. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне отец? И Иисус отказывается от этой вооруженной защиты. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Кане, ибо он был тест Каяфе, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Другой ученик – это по-видимому сам апостол Иоанн. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. «Тут раба-предверница говорит Петру, ты ли не из учеников этого человека?» Он сказал «нет». То есть мы видим ситуацию, какая-то достаточно бытовая, неторжественная. Какая-то служанка-предверница спрашивает у Петра, не из учеников ли ты его. И Петр, наверное, не очень долго задумываясь об этом, почти автоматически говорит «нет». Почему? Ну, очевидно, потому что почти на автомате он принимает решение, которое кажется наиболее разумным. Он не хочет себе неприятностей. И он хочет, возможно, от него что-то понадобится. Но сейчас он просто говорит «нет». «Нет, отстаньте, я не из учеников». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвящение же спросило Иисуса об учениках его и обучении его. И Иисус отвечал ему «я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Слова Господа говорят, что если мы хотим узнать его учение, мы должны обратиться к его ученикам, к апостолам и к их преемникам, то есть к церкви. И Иисус говорит «я тайно не говорил ничего, я говорил миру явно». И это слова, которые указывают на то, что в христианстве нет эзотерики. То есть эзотерические учения – это учения, которые предполагают двойное дно. То есть если вы принадлежите к такой эзотерической общине, то от вас вам выдают истину, ну не истину, конечно, как таковую, а учение этой общины дозировано. В зависимости от стажа, в зависимости от того, насколько большим авторитетом вы пользуетесь, вы проходите через разные степени посвящения. Есть ряд культов, где существует такая многоступенчатость до сих пор, и для древних религий это было, в общем-то, обычно, что есть учения для плебса, для обычных таких непосвященных, для профанов, и есть такие в боки-воки тайны, которые открываются только на высоких степенях посвящения. Иисус говорит, я тайно не говорил ничего. То есть никаких тайных учений у Иисуса, которые он от кого-то скрывал, которые потом якобы передали через какую-то тайную последовательность, нет. Христианство, оно антиезотерично. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди знали истину, и он открывает эту истину, он ее не скрывает. Никаких тайных знаний нет. Когда он сказал, это один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященнику. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, если хорошо, что ты бьешь меня. Анна послала его связанного к первосвященнику Каефе. И мы видим, как люди торжествуют, злобно торжествуют над схваченным Иисусом. Вот он творил чудеса, вот он совершал нечто сверхъестественное, вот за ним ходили толпы народа, а теперь его можно безнаказанно ударить. И этот служитель, он этой возможностью с радостью пользуется. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и точно запел петух. Как Господь предсказывал Петру, что ты трижды отречешься, что не знаешь меня, так и произошло. Откаяв и повели Иисуса в приторию, было утро. Они не вошли в приторию, чтобы не оскорбниться, но чтобы можно было есть Пасху. Притория — это резиденция римского губернатора Понтия Пилата. И туда они хотели войти для того, чтобы не соприкоснуться с язычниками и не оскверниться. Человек, который входил в дом язычника, он был ритуально оскверненным, он не мог участвовать в обрядовой трапезе. И мы видим здесь, как вроде бы люди заботятся о том, чтобы не оскорниться ритуально, но оскверняют себя неправым судом и убийством. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предли бы его тебе. Пилат сказал, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Мы видим, что между Пилатом и иудейскими властями достаточно напряженное отношение, и друг друга не любят. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Досбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Римляне позволяли иудеям судить маловажные дела, но подчеркивали, что смертная казнь находится в их ведении. Это такой знак суверенитета. Что суверенный правитель, он свой суверенитет утверждает тем, что он может предавать людей смерти на своей территории. И римляне говорили иудеям, у вас нет этой власти, вы можете приговаривать людей к менее тяжким наказаниям, но предавать смерти это исключительно наше прерогатива. Досбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Иисус говорил, что его вознесут от земли, то есть он будет распят. У иудеев не существовало такой казни. И более того, эта казнь считалась отвратительной и возмутительной, потому что человек умирал, не касаясь земли, и умирал смертью проклятого. Это была чисто римская казнь, и поэтому Господь и предсказывал, что он умрет на кресте, вот именно римской казнью. Тогда Пилат опять вошел в приторию, призвал Иисуса, сказав ему, ты царь иудейский. Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей, твой народ и первосвященники предли тебя мне? Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат пытается выяснить, что значат вот эти слова царь иудейский. Претендент на царство, кто-то политически опасный. И Иисус говорит, царство мое не от мира сего. Что это означает? Мы знаем выражение не от мира сего в современном языке, но это человек непрактичный. Человек, который плохо ориентируется в этом мире. На самом деле не от мира сего. Значит, принципиально иное царство. Царство мира сего держится на насилии. Любой царь, самый хороший, самый справедливый, самый замечательный царь, который только может быть здесь, на этой земле, он опирается на силу меча. Он силой собирает налоги. Он силой преследует преступников. Он силой отражает неприятелей. Это неизбежно. Но царство, которое выдворяет Христос, оно другое. Оно основано на любви. Оно основано на вере. В это царство можно войти только добровольно. И Христос говорит, если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. То есть за меня бы сражались. Но ныне царство мое не отсюда, мое царство другое. Пилат сказал ему, и так ты царь. И Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. То есть выражает согласие с этим. Ты говоришь, это в форму утвердительного ответа. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему, что есть истина. То есть Пилат здесь дает ответ такой, который можно было бы назвать постмодернистским. Что такое истина? Да разве она есть, эта истина? Есть только множество разных мнений, множество разных верований. Да какая разница? Да имеет ли смысл вообще искать эту истину? Пилат просто римский чиновник. Им и нет дела до истины. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Пилат понимает, что Иисус не является мятежником, что он не является угрозой римской власти, что нет оснований его преследовать. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? И в этих словах Пилата есть некоторая насмешка. Хотите отпущу вам царя иудейского? Ну, посмотри, какой у вас царь. Какой-то человек безобидный, у которого нет воинства, у которого нет денег, у которого нет ничего. Вот какой у вас царь. Тогда опять закричали все, говоря, не его на Варраву. Варрава же был разбойник. Ну, Варрава был действительно разбойник. Он был мятежник. И он был такой герой народа. Он был такой герой-партизан, который сражался с римскими захватчиками. Через это привлек симпатии граждан. Этот человек, очевиднейшим образом опиравшийся на насилие. На кровопролитие. И так устроена с тех пор такая особенность падшего человеческого рода, что люди прославляют тех, кто склонен к насилию, тех, кто проливает кровь. Если посмотреть на памятники, которые стоят в городах по всему миру, у нас и в других городах, это какие-то полководцы, это какие-то люди насилия, это люди, которые проливали кровь, это люди, которые изображаются с мечами в руках, это люди, которые так восседают на конях и держат в руке смертоносное оружие, которым они готовы раскроить уже всем черепа. И народы поклоняются, чтут этих героев. Они раз за разом кричат ни его, ни этого Христа, который какой-то кроткий, какой-то бессильный, какой-то слабый. Отпусти нам Варраву. Варрава — это могучий воин, и он вызывает уважение тем, что он могучий воин, готовый на кровопролитие, готовый на насилие. И эта же история происходит здесь. Она, увы, происходит много раз. И всякий раз мы тоже оказываемся перед выбором. Выбираем мы Христа или того или иного Варраву. И пример, горький пример народа, который отверг спасителя, вместо этого избрал Варраву. Это пример, который актуален, увы, для всех народов, и актуален для нас самих. Мы с вами прочитали 18 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...